Денис, приветствую тебя! На нашем с тобой очередном совместном мини-вебинарчике, который посвящен ключевым фундаментальным и техническим возможностям, мы стараемся с тобой запаковать в конкретные торговые идеи и выдать тем, кому, в принципе, это интересно. Друзья, те, кто смотрит наши совместные видео с Денисом, не забывайте, у вас всегда есть возможность для фидбэка в комментариях, пишите, что вас интересует, что вам нравится, что не нравится. Если есть какие-то активы, которые мы еще с Денисом не затрагивали, ну дайте нам об этом знать. Хотя мы с Денисом за последние три недели, может даже больше, пробежались, наверное, по основному спектру этих финансовых инструментов. Денис, сегодня важный день, я считаю, для финансовых рынков, потому что сегодня у нас очередное выступление Павла. Я делаю вывод о том, что это важное событие, потому что на прошлой неделе он более-менее раскачал финансовые рынки. Возможно, это заблуждение с моей стороны полагает, что сегодня реакция на его выступление в Конгрессе тоже будет значительным, но я все-таки буду опираться на вот этот фундаментальный фон и считать, что рынок в связи, опять же, с ожиданием его риторики, которая, скорее всего, может привести к укреплению доллара, все это может привести к интересной динамике. Давай тогда перейдем непосредственно к разбору прошлых идей и тому, что интересно увидим сейчас. Давай. Дай демонстрацию. Так, в прошлый раз мы с тобой давали прогнозы по нефтянке и очень сильно зависимы от рынка нефти в валюте канадскому доллару. В частности, я делал акцент на бренд. Когда мы с тобой были в эфире, примерно где-то в этих значениях рынок нефти котировался, я рекомендовал продавать, опять же, в случае теста верхней грани, в принципе, это было. Можно сказать, что давал рекомендацию на код в рынок именно по тем ценам, которые были на момент нашего с тобой эфира. Но рынок лишь немножко откатил вниз, потом скорректировался и продолжил развивать ту мощную бычью динамику, которая для него характерна уже несколько недель подряд. Рынком сейчас правит тотальный позитив, верят все, что худшее уже позади, мировая экономика восстановится и вернется к прежним темпам экономического роста. Покупатели сейчас опираются на как раз рост спроса, на сокращение предложения благодаря усилиям стран ОПЕК, которые уже, в принципе, действуют в рамках энергетического пакта и забрасывают еще периодически рынок позитивными комментариями относительно того, что в июне сокращение будет еще более значительным. То есть даже вот сейчас на графике видно то, что мы оказались очень высоко. Я раньше придерживался, да и, в принципе, продолжаю придерживаться еще одного взгляда касательно наличия риска для рынка нефти. Это экспирация сегодняшних фьючерсов, ну июньских, точнее, сегодня она состоится после закрытия торговой сессии. Я допускаю, что рынок, если ждет коррекция, то ему нужно показать коррекцию вот уже сегодня. Конкретных рекомендаций больше давать не буду по рынку нефти пока, поскольку я вот несколько раз перезаходил на этом росте, в ожидании снижения, и все эти разы обжигался, поэтому больше в рынок нефти лезть не буду. Я думаю, что после экспирации уже в ходе нашего с тобой следующего эфира можно будет вернуться к рынку нефти. Возможно, ситуация будет уже поинтереснее. Что касается пары доллар-канадец, также на основании ожиданий снижения нефти я давал рекомендацию на покупку всей пары и, соответственно, на продажу канадского доллара. При этом советовал использовать отложку с уровня 40.80. В принципе, эта отложка, она сработала. Здесь мы выросли, улетели до уровня 1.41.39. Я был полным оптимизмом, что рост продолжится, однако рынок развернулся и в целом по безубытку. Больше я в рынок не заходил, поэтому рекомендую также пока от канадца держаться подальше. Ну, так же, собственно, как и в отношении рынка нефти. А сегодня я предлагаю взглянуть на самый волатильный актив начала этой недели. Возможно, золото сохранит за собой статус и дальше такового инструмента, потому что мы видели, что золото с открытия понедельника стремилось вверх, протестировало уверенно 1750 и обновило максимум с 2012 года. Очень круто. Конечно же, в плане фундамента можно объяснить это ралли рисками того, что последствия пандемии будут значительными и также непростыми отношениями торговыми между США и Китаем, которые все больше и больше эскалируются. В отношении рынка нефти я бы сейчас рекомендовал действовать следующим образом. Несмотря на то, что этот инструмент крайне перспективен для долгосрочного роста, я предлагаю поспекулировать на краткосрок посредством продаж прямо с текущих значений и в ожидании теста уровня 1700-1712. То есть можно будет Take Profit поставить на отметку 1712 и уже забегая вперед, если мы к золоту не вернемся, те, кто дождется этого значения, можно будет уже покупать и в расчете на очередной перехай. А что касается австралиец, то сегодня я на брифинге детально разбирал, на своем брифинге, то, что происходит с этой валютной парой. В частности, очень интересный фундамент сейчас и уровни, кстати говоря, сейчас если чуть уменьшить, то есть видно, что австралиец против доллара двигается довольно продолжительное время уже с конца прошлого месяца в довольно широком коридоре. 0,6570, 0,6370, то есть фактически 200 пунктов. Сейчас мы находимся на, вблизи верхней границы и фундамент располагает к тому, чтобы не только взять за основу распродажную технику, но и опять же мягкую риторику Резервного банка Австралии, которая по факту сегодняшних протоколов посвятительствует о том, что Резервный банк Австралии будет готов и дальше стимулировать экономику возможности через увеличение программы количественного смягчения, хотя вот в снижение процентной ставки я не верю, но в расширение QE вполне возможно относительно программы будет принято какое-то изменение. И еще один фонд, связанный с отношениями с Китаем, в частности Китай, обложил пошлинами австралийский ячмень по ставке 80,5%, речь идет об антидемпинговых пошлинах. Это тоже проявление торговой войны, Австралии это явно не нравится, мы уже видим структурные изменения в торговом балансе, но я думаю, что дальше будет еще хуже. Поэтому, опираясь на вероятность каких-то ответных мер, тоже, разумеется, пошлинного характера, скажем так, полагаю, что давление на австралийца будет только усиливаться. Поэтому предлагаю сделку в моменте, и не нужно ждать повторного теста уровня 0,6570, можно продавать и минимум ориентироваться на уровень снижения пары к нижней границе вот этого боковика на отметке 0,6370. И допуская то, что на это потребуется какое-то время, потому что пара особо активно не ходит, ну, дождемся своего. Денис, на этой ноте тебе слово передаю. Так, хорошо, сейчас демонстрацию включаю. Так, да, уже все видно. Да, мы там уже виден. Значит, по поводу нефти. То же самое расклад, что в прошлый раз с тобой были. Размечали, точнее, меня по нефти здесь вынесло. Я ожидал, что коррекцию, то есть вот был такой диапазон небольшой, ему коррекция, и потом только рост. Ну, по факту рост начали без коррекции. Увы, бывает и такое. Сейчас, как мы в текущих, мы видим, тоже немножко притормозились, поэтому несколько слов, если сказать о золоте, я все-таки ожидаю коррекционное движение вниз. И затем, в рамках восходящего канала, как раз продолжение роста. То есть у меня целевая отметка в районе 36.30-37.50. Вот в этом диапазоне как раз находится целевая зона, уже от которой я считаю, что реакцию с большей долей вероятности дадут. Касательно канадца, по канадцу я показывал на прошлой неделе тоже исключительно продажи. Единственное, только мне чуть-чуть раньше они были, 1.40-65. Там внутренняя была небольшая зона, которую я считал, что не пройдут. Но смогли добить даже до контрактного депо. То есть аж сюда дотянули, там 41.40, да, там 41.40. И только потом уже были линии. В принципе, у меня мнение здесь не менялось. Я считаю, что если даже там как-то вверх откорректируется, самая дальняя зона вот здесь находится. Но там еще есть промежуточные, их буду потом уже чуть позже уточнять. И в целом движение вниз, я считаю, пока еще не закончили. Теперь, что касается золота. Золото такое, достаточно противоречивое, сейчас есть момент. У меня есть две зоны. По золоту, как ты уже сегодня обмолвился о том, что оно крайне интересно для долгосрочных покупок и удержаний. Да, я безусловно согласен. И на прошлой неделе тоже показывал нас вот прямо отсюда 1693.5 начиналась только зона покупки, которая прекрасно отработалась. Правда, все движение я не взял, не рассчитывал, что прям без коррекции сразу улетят на 1763. Поэтому на 30, у себя лично 1734.5 уже зафиксировал. Ну, ни много, ни мало, он все равно хорошо отсюда вытащил. Что касается текущего движения, есть две зоны. 1727, 1727, 1738 это первый диапазон и 1710, 1719 второй диапазон. Лимитки я, как правило, располагаю, там уже на свое усмотрение, чаще всего где-то ближе к центру зоны и что у нас есть на данный момент. В принципе, от текущей зоны я считаю 50 на 50, потому что ну, не сильно она такая уж и мощная, на самом деле, как поддержка, но в целом реакцию еще дать ну, хоть какую-то тамошку. Меня сегодня буквально чудом до стопа не достало, тут сколько, всего 5 пунктов оставалось, потому что стоп на 1725, но в целом прогуляться вверх здесь еще как может. А если все-таки добьют ниже, то я бы советовал тогда в районе примерно 1715, уже поставил сюда лимитку на всякий случай, отсюда будут ловить покупки. Почему? Потому что здесь с точки зрения техники находится у нас контрактный депо поддержки раз, недельная граница рынка пуд опционов это два, дополнительно, ну, это такое, небольшое дополнение трендовой линии поддержки с учетом скорости движения как раз приблизительно где-то сегодняшний вечер, максимум завтрашнее утро как раз уже в серединке диапазона и будет. Поэтому, в принципе, с точки зрения технических поддержек, то я считаю, очень неплохой здесь присутствует диапазон, к тому же у нас произошел выход, вот был такой сделан треугольник, и фактически в момент его такой буферной зоны пересечения, если цена возвращается, то очень частенько тоже отскакивает от него. Поэтому я бы вот на эту зону больше всего обращал внимание. Что касается австралийца, по австралийцу я ждал покупки из прошлой недели, ну, на прошлой неделе у нас вот такие вот вообще дерганные все были движения, я валюты практически, кроме канадца, на прошлой неделе валюты вообще не трогал, потому что я жутко не люблю вот такие вот непонятки. Я скорее из тех трейдеров, которые смотрят на рынок, если вижу, что там каша, я просто его закрываю иду там возле моря, прогуляюсь немного и возвращаюсь потом вечером, смотрю, поменялось что-то или нет. Только сейчас, точнее, вчера вечером у нас появилась хоть какая-то ясность, то есть, делали нормальное проталкивание, сформировали попутные зоны для покупок и тогда уже на коррекции я лично планирую здесь покупать. Коррекцию пока еще я не беру, потому что нет еще созданных условий для того, чтобы нормально было войти на коррекцию. То есть, если угадал, не угадал, я не очень люблю делать. А от зоны нижней лимит тоже стоит. Я считаю, что здесь покупки приоритетны вплоть до сколько у меня тут, 0,6670. То есть, в принципе, потенциал есть, весьма неплохой. Вопрос лишь, что он будет или не будет этой коррекции. Поэтому сами коррекции я не беру, но на окончание коррекции я всегда призываю выходить, потому что это наиболее безопасная чаще всего точка для входа, чем ловить окончание импульса. Лучше поймать окончание коррекции. Тем более, условия для этого здесь, я считаю, на данный момент созданы прекрасно. Осталось, чтобы эту коррекцию дали. Вот такие у меня расстрады по австралийцу и золотишку. Понял тебя, Денис. Большое тебе спасибо за твои торговые рекомендации. Будем следить за развитием событий. Согласен с тобой, то, что рынки немножко странно себя ведут, но все заканчивается. И такая динамика тоже, они становятся более предсказуемые. Мы в любом случае будем с тобой держать руку на пульсе и в нужный момент, в нужное время окажемся там, где необходимо. Друзья, всем большое спасибо, Денис, тебе отдельно. Еще раз отдельная благодарность. Увидимся в четверг с новыми торговыми деньами. Всем пока. Спасибо. Пока-пока. Не забываем.